всем привет сегодня 5 марта тема у нас комплексное решение для бизнеса на amazon то есть я не люблю слово бизнес под ключами это убивает я всегда об этом говорил то что бизнес под ключ это когда уже готовый бизнес продают вот то есть когда мы поторговали какой период времени желательно чем дольше тем лучше желательно чтобы нас были какие-то юридические основания на этот продукт так скажем там торговые марки патенты там ну все что угодно не важно фирма юридически оформлена правильно чтобы можно было просто состав тоже учитель поменять все это называется бизнес под ключ есть много различных форм сотрудничества первая форма это наверное все таки формат мы например как предлагаем от оборота 10 процентов то есть мы берем аккаунт и полностью занимаемся это одна из форм вторая форма есть это партнерка принципе мы по этому поводу общаемся то есть инвесторы есть исполнители инвестор может быть активным неактивно но смысл это примерно вы оцениваете примерно свои знания в какой-то какую-то сумму например там 10 там 25 тысяч долларов неважно и работать 50 на 50 числа дохода вот сейчас федор как раз расскажет новое предложение которое мы принципе с ним рассматривали просто так вышло что много делается комплексных точнее много делается отдельных услуг а можно сделать одну комплексную то есть получить реальный результат уже когда не вы управляете аккаунтом а когда вам помогают вот это естественно предложение будет далеко не для всех но есть я точно знаю ряд определенное количество людей которые принципе это востребова потому что ну хочется чтобы практически гарантированно все-таки запустили специалисты вот федора отношу к таким именно вот которые могут запустить с высокой вероятностью понятно что стопроцентно у нас результаты я не я думаю точно никто не может дать это бред вот даже если купить законченный бизнес его тоже можно развалить со временем никакого большого там ума не надо ну вот так что сейчас федора расскажет я дополню и ответим на вопросы приступать да всем привет федор начинка меня зовут денис рассказал мы предоставляем разные услуги ну может кто знает я услугу своей командой мы делаем ведем ну на самом деле это мы этим сколько уже почти полгода занимаемся когда мы чисто начинали это делать мы не задумывались о том что в самом деле мы ведем полностью это все и сопутствующие услуги к этому сразу подключаются и листинга и листинга написания и так далее и тому подобное вот данный момент у нас допустим у нас на регене около 50 аккаунтов плюс еще наши аккаунты которые мы активно продаем я то есть представьте 50 аккаунтов мы просто вот ведем и ну и мы подумали что ну у нас как бы команда людей около девяти человек мы успеваем и себе запускать товары и помогать вести дальше мы подумали а почему бы не сделать как проект и сделать комплекс услуг если у нас уже рука набита у нас уже как бы есть свой колоссальный опыт там запуска товаров на своих листинга 150 с вариациями различные запустили вот почему бы не предоставить кому-то допустим часто приходят к нам клиенты по поведению по киписи к нам приходят люди у которых все сразу а приходят у которых ну беда помоги например вкидывает я вижу как люди вкинули по 50 тысяч долларов товар и не знает что с этим делать там ну такие ниши просто залазят которые сами не знают это их первые товары и не просто берут 50 тысяч долларов вкидывает непонятно куда тоже мы помогаем и в минусы быть даже говорят хотя я знаю что можно эти деньги было с умом кинуть какие-то там два-три товара на тест не по 50 тысяч долларов и сделать с этим поэтому мы вот сейчас решили сделать такую услугу как помощь в запуске товара то есть мы полностью предоставляем товар прописываем бизнес-план по нему мы будем но ведем переговор с поставщиками с ревизорами с прописываем полностью маркетинг настраиваем рекламу и пи-пи-си и наша задача довести этот бизнес до оборота определенного вот и потому что как бы у нас вероятность того что мы у нас согласно точно вероятность того что с нами вы запустите и прострете она намного меньше чем сами то есть это будет формате услуга формате такого что мы сели выбрали товар с клиентом обсудить рассказали все моменты что его может прописали сколько сейчас покупаем партию сколько нужно будет дальше еще на партию потому что ну как бы это все можем спланировать приблизительно ближайшие два-три месяца вот и таким образом корректировать стратегию по пути вот мы естественно не хотим работать потому что мы на себя берем огромную ответственность за запуск за чужие деньги и поэтому мы будем очень серьезно подходить еще и на стадии отбора людей с кем мы будем работать получается мы не хотим это услуга сейчас делать на масс-маркет максимум мы возьмем там 35 человек чтобы вот мы хотим с ним проводить ну как бы это не звучало ну руслан говорит эту вещь говорит что бы химия была вот то же самое мы хотим чтобы ну как бы уже на самом начале старта как бы этого проекта у нас был с человеком понимание чтобы человек грубо говоря был и равновешен и понимал что это бизнес как бы и риски мы несем вместе с ним вот вроде как все сказали да нет 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 ну там да просто по формату сопровождения просто можно уточнить и то есть вот например мы с русланом это все запускаем работа идет именно один раз настроить постоянно и поддерживать и так скажем на постоянно понятно что все что можно угодно на длинном расстоянии произойти у тебя формат чуть другой твой формат это именно запустить человека отпустить то есть человек тебе платит за работу у любого нормального человека мы с тобой как раз предварительно обсуждали ты меня спрашивал как всегда будет вопрос какие гарантии то есть вот тут я не знаю мне кажется велика просто там на 30 40 процентов людей ну по крайней мере с кем я общаюсь готовы просто там заплатить а если с гарантиями то заплатить нормально соответственно мы сделали понятно что мы гарантии дать например не можем хоть мы сейчас тут всех соберем всех там самых известных там самых таких реальных крутых чуваков стран гарантии дать нельзя то что это amazon мы там не работаем мы не можем что-то такое сделать и не можем повлиять на конкурентов тем более мы чернуха не занимаемся соответственно здесь момент какой момент гарантии вот то что сколько платится за что платится ну наверное вот в этом направлении тем что вот партнерство либо введение постоянно что мы хотим сделать мы хотим получаться запустить оговорить момент до когда мы придем и дальше из-за как он будет вести сам будет если либо нужно будет чтобы мы обучили кого-то менеджера передали ему должностные инструкции рассказали что когда и как вести чтобы бизнес дальше не загнулся вот в принципе какие гарантии мы хотим получаться сначала человек нам платит фикс сразу деньги получается вперед мы предоставляем товар он платит сначала 50 процентов вот наши услуги потом мы заводим товар на amazon начинаем продавать его и остальные 50 процентов за услугу мы вытягиваем уже с чистой прибыли по чистой прибыли именно внутри амазона да за чистая прибыль вот именно читал расходов на товар доставку на отзывы на рекламу и прибыль которая в месяц есть какая гарантия если мы запустили товар не пошел либо мы не можем чистую прибыль вывести на показатели вот чтобы перекрыть ну чтобы мы начали вытягивать чистую прибыль в 3 50 процентов то мы возвращаемся день и единственный риск который ложится на человека который будет с нами запускаться для кого мы будем запускать это что он может попасть с товаром то есть товар может остаться на амазоне но по своему опыту мы выбираем товары получается мы берем 500 штук и у нас пара они недорогие они там по 3 долларов 4 долларов с доставки на на amazon один из моих товаров которые я продаю он стоит 1 и 8 доллара с доставки авиа от 3 5 7 дней а чистое выходит чистое за вычетом всего выходит около пяти долларов продаж около около 100 продаж мы выберем товар такой чтобы он был недорогой то есть первую партию в 500 штук это где-то на первую партию надо будет до двух до трех тысяч долларов это самый главный риск с первой партии мы поймем уже будет продаваться товар или нет то есть мы гарантируем полный возврат денег за нашу услугу если не пойдет и единственный риск это риск того что товар останется на амазоне и не сможет продаваться больше но за все время мы выбираем такие товары что максимум что происходит мы даем небольшой минус если он не пошел мы его сбываем и все стоимость такой услуги мы как бы думал как это будет вот мы с Денисом обсуждали первые 50 процентов ну вся будет стоить услуга 10 тысяч долларов но первые 50 процентов это будет 5 тысяч долларов сразу остальные 5 тысяч долларов мы вынимаем из чистой прибыли в среднем я закладываю на то что чтобы раскачать бизнес до таких оборотов чтобы оно покрыло ну именно товар покрыл и наши 5 долларов и наши 10 тысяч долларов и так далее это в среднем около полугода то есть мы будем вести и помогать раскачиваться магазин до тех пор пока мисс клиент не отобьет вложенные за нашу услугу деньги то есть 10 тысяч долларов отбивает все мы жмем друг другу руки и уходим прописываем должностные инструкции и так далее какие-то другие там тонкости может кому-то есть пожелание это все уже индивидуально мы общаемся единственное что мы на себя берем это полностью возврат денежные за наши услуги стопроцентная ну да в принципе чё цены объяснили вроде схема понятно вопросы по схеме тут еще конечно будет такой момент связано с тем что основная масса смотрит нас не онлайн а оффлайн вот ко мне соответственно тогда напишите в личку вот я вас федором соединю если надо бы то так по большому счету вот и люк спрашивает там какой прогноз на три месяца но я думаю или как стандартно три месяца по большому счету достаточно для зап то есть мы как получается у феде есть по большому счету он продает услугу по выбору товар то есть у него полностью есть от выбора товара заканчивая полностью аналитикой и поставщиков ну замечательно он месяц первый экономит соответственно ему останется там на пару недель и согласований все товар запустили производится месяц товар приехал полтора месяца прошло полтора месяца принципе достаточно что продать первую партию и заказать вторую если более-менее среди если норм то и быстрее все это можно сделать ну то есть три месяца принципе будет понятен результат шесть месяц то есть от планируется от трех до шести месяцев вот 6 месяцев это я беру потолок я думаю что это все быстрее опыта своих товаров они вот три месяца в первую вообще месяц это становится понятный смысл с этим работе товаром либо у нас очень быстро непонятная стратегия товара очень простые но взяли от грузили проверили отклик рынка на этот товар если зашел дальше все у нас нету долгое производство все остальное и это если уже там супер все выстрелило тогда уже можно думать в каких-то кастомизациях и так далее понятно положительный результат понятен при отрицательном результате понятно что беда с товаром понятно что пятак надо будет отдавать ну то есть по большому счету нормальному человеку после месяца продаж на амазоне уже на сто процентов понятно что с ним делать или рестартнуть второй раз попробовать или его сливать как вы будете именно заниматься вот это помогает сливать товар чтобы человек вышел с минимальными потерями как это будет выглядеть как это у нас происходит мы заходим мы выбираем такой товар мы заходим делали пятическую массу отзывов 50 не знаю до 100 включили рекламу PPC и смотрим если у нас получается у нас происходит так никогда вот все время что мы запускали товары не было такого что заходили рекламу на товар и с отзывами и у нас не было продаж у нас были продажи и мы либо в ноль начинали продавать через две недели три мы смотрим и продаем в ноль то есть там либо в очень-очень маленькую маршруту и мы понимаем что мы уже сделали по максимуму и даже если мы что-то еще раз будем делать то это больше вливание и не будет такой чистой прибыли то есть мы просто будем помогать корректировать корректировать цену я не знаю мы берем демпингуем цену ставим чтобы мы подавали в ноль или по небольшой плюс забываем партию и все и забываем все понятно второй вопрос я сразу скажу хочу сказать сразу такой момент что простые товары живут на самом деле любой товар он живет там около года даже вот айфоны выпускают каждый раз раз в год новый просто как как вот это вот чтобы товары жили дальше это надо следить за рынком если он насыщается то ты должен просто выпускать новые товары такие же либо улучшенные предложения чтобы следить за рынком и быть конкретно способным дальше жить вот так значит по поводу тоже житья бытия любого товара простой или сложной все это фигня на самом деле если посмотреть бессиллер огромное количество сидят на листингах тот же амазон и все остальные годами вот совершенно не так у меня простые товары я вижу своих конкурентов которые годами торгуют и видно можно гугл тренд не смотреть по кипе как взлет и падение так что в этом отношении надо загоняться и второй момент тут же вопрос денег уже вернули опыт получили то есть можно же участвовать и наблюдать как ваш товар запускается то есть вы посмотрели стороны в деньгах вы не попали вот другой момент по поводу меня вот беспокоит Илюха тоже написал по поводу 6-9 месяцев блок аккаунтов ну еще раз говорю то есть наша задача чтобы человек деньги вернул только в этом случае он оплачивает вторую часть соответственно если например человек заработал пятак и не заработал десятку мы все равно пятак возвращаем то есть он в любом случае в плюсе правильно я так понимаю или пять он заработал мы его оставляем а как это будет выглядеть ты об этом думал? ты об этом думал? ну смотри например если человек то есть человек например десять тысяч должен заработать тогда соответственно он оплачивает вторые пять тысяч если человек заработал предположим семь шесть тысяч ну и там видно что там нет вариантов как в этой ситуации например ну то есть переходит на другой товар его слили но понимаем что там делать нечего то есть чудом распродались и забыли здесь будем пропорционально просто решать по остаточной стоимости правильно? чтобы все были в прибыли да и тут такое не не вот тут самое главное что человек платит пятерку сразу мы выводим товар и мы потом начинаем вытягивать когда начинает чистая прибыль мы начинаем первую вытягивать вот а потом человек зарабатывает дальше на следующий месяц и мы ну пока нет не отобъем вот и тогда уходим но мы сначала так как мы помогаем запускать и дальше без нас уже мы помогаем мы вытягиваем деньги первое вот второй момент если аккаунт забанили что делать на любой стадии человек там заработал не заработал то есть успел заработать десятку нам отдал и все хорошо его забанили не успел вообще ничего там не верифайно то есть я не знаю или там каком-нибудь проекте поучаствовали и забанили упор во первых надо не забывать Федор занимается PPC то есть первостепенно упор на PPC немного не верифай и все правильно я так понимаю ну верифай тоже не верифай пропорциональном соотношении и PPC то есть в принципе качественно оформленное предложение достаточно достаточно сбалансированное предложение то есть такого супер мега риска нет но по не верифайу в любом случае по верифайу имейте в виду что это делается таким образом то есть это верифай не верифай плюс основной это PPC то есть стратегия Федора она всем мне кажется уже давно известна то есть она не супер черная нет такого что там баны какие-то или все остальное даже если ладно давайте предположим за что нас могут забанить нас могут забанить за отзывы допустим потому что товары мы проверяем на патенты мы проверяем товары на этот ну или черные нет просто можно их продавать на Амазоне либо нет нас могут забанить за отзывы ну это обычно приходит письмо и говорит вы там манипулировали отзывы что мы делаем мы пишем извините Амазон батька застрации и всегда по опыту если первый раз Амазон заблокировал то ты ему говоришь предоставляешь письмо это не глупое нарушение он тебя разблочит даже ну я когда-то запускал я так начернил получается я продавал по предзаказу покемон пауэрбанки получается в форме покебола я вообще людям там поприходило я поставил предзаказ в месяц людям поприходило через два поприходили еще и поломанные товары меня заблочили я написал письмо о том что я просто ну так получилось там кинул в Китай все остальное меня разблочили все на самом деле ситуация постоянно меняется я не знаю что на Матону чтобы получить пожизненный банк ну ситуация меняется в любом случае сейчас банят там некоторым приходят письма некоторым очень редко по двадцать одному дню там типа они там в отстойнике я сегодня специально по этому поводу я прочитал народ пишет очень редко так и приходит по неверифайе сейчас заказов мало но и банов вот у нас например вообще насколько я знаю мне говорят что не было к нам приходят от других людей с банами просят чтобы мы дали письма помогли разбаниться но здесь как бы я считаю так то есть если мы делали мы естественно полностью помогаем если не мы делали значит мы делаем как бы оплатную услугу никаких проблем не вижу в этом мне кажется это правильно или должны выполнять эти вещи те люди которые это делали то есть должна какая-то ответственность на данный момент банят бывает очень редко но сразу у меня вот сейчас один этот человек есть только больше никого в принципе нет статистика говорит именно такие цифры пока на данный момент по поводу того что ты сейчас говоришь решение проблем то есть амазон все время запрашивает тоже правило меняется но в плане бана ну тут в любом случае рискуем если вы как бы не запускали товары я не знаю как без отзыва запускать товары что-что я не знаю просто как без отзыва запускать товары то есть ну да PPC можно запустить подождать там 14 дней там 12 дождать верифай когда придут первые там 10-15-20 штук быстро то есть просто на данный момент я не вижу других вариантов риски на мой взгляд достаточно малы ну по крайней мере если статистик который вижу я не вижу чтобы там массово у нас например кого-то там суспендели то есть я использую на всех аккаунтах мы заливаем сейчас на данный момент у нас рестаты мы идем со склейками пробуем вот но в любом случае до этого делали не верифай никакой разницы нет просто рестарты это в любом случае склейка и статистика PPC и запуск PPC агрессивный вот и все из-за этого там мы сейчас ведем 50 аккаунтов ну единственное кого блочили это конкуренты валили ну типа большое количество лазераторов закрывали листинг то 3 раза открывали все равно но это ниша просто диффузия ну да это в любом случае предложение конечно касается определенной доли людей есть как бы компания специализирует на этом без тоски без слез на это не взглянешь потому что непонятно вообще откуда они чем вообще по жизни занимались именно то есть каким образом они могут помочь вот здесь в любом случае понятно есть риски есть все эти моменты но я вот лично этим не занимаюсь вот я предпочитаю двигать свои товары вот просто тупо времени даже нет потому что у меня нет команды у Федора есть команда он предложился такого формата еще нету у нас то есть почему бы не попробовать не вижу проблем потому что ко мне периодически то есть в месяц как минимум несколько человек обращается просто дать людей кто там или партнер или еще что то потому что вникать разбираться обучаться даже те же ученики то есть потренировался посмотрел то что люди с разными инвестиционными пакетами заходит то есть и 3 тысячи долларов и 33 тысячи вы не перебьете ну не будет такого что там мы же еще мы как бы люди не глупые когда будем еще общаться с человеком тем кончательством будет уже понятно человек будет готов потом вкладывать либо он пришел просто посмотреть со стороны там и ну и все тут мы будем отбирать именно вот людей которые действительно толковые мы будем понимать что они дальше смогут этот бизнес вести свой чтобы это не было такое чтобы зачем нам потом репутацию свою как бы тоже подрывать чтобы мы все сделали работу все сделали ушли а бизнес по поводу аккаунтов Дмитрий в принципе проблем вроде нет никаких особых надо просто найти человека на кого оформить да и всего ну не знаю я попросил товарищ Сергея попросил он в Украине чувака он дал свой паспорт за гран он дал выписку из банка и дал свою карту все причем с карты меня пытались деньги снять у него было ноль я подцепил свою карту вообще на другого человека и попросил чтобы амазон снял денежку отсюда пионер подцепил тоже лично свой все человек живой с каким будут проблемой я к нему обращусь чтобы там я не знаю там сказал что это я там гипотетически ну все то есть я не понимаю в чем проблема я вот это группу в группе вот это вот не понимаю постоянно выкупы продажи аккаунтов но это для тех актуального кому там байбокс надо участвовать я так понимаю то есть им старый нужен аккаунт я могу понять ну зачем для привата нужны аккаунты я что-то никак не могу понять открыл верифицировал просто украинский чем лучше нет НДСа на дополнительные услуги и нет и приват дает обалденную выписку на английском которая просто на ура проходит любые верификации ну по крайней мере намного проще чем с российским сбербанком учиться вот даже сравнить нет никакого смысла но если надо будет аккаунт поможем мы найдем аккаунт это никогда не проблема да то есть в любом случае здесь именно работа с командой то есть а там уже ребята сами выбирают мы работаем с Русланом по-своему то есть у нас есть свой формат мы по этому формату работаем ну вот формат это пожизненное сотрудничество некоторым это не устраивает их это пугает там или еще что-то там я не знаю вот мне абсолютно это комфортно то есть у меня некоторые аккаунты также точнее некоторое большинство я дал Руслану на управление чтобы именно с себя снять время траты на эти все дела потому что там уже используем чужую торговую марку. То есть конкуренция настолько жесткая и нечестная, что не надо об этом задумываться, надо просто думать, как с этим бороться. Так что работаем, работаем, я маю, что, надо много аккаунтов, нивелировать риски, в разные корзины раскидывать и запускать много товаров. Да, я с удовольствием партнерюсь. С людьми, запускаем товары. В основном мы это делаем с нашими учениками, потому что, чтобы запустить товар, надо понимать человека. Кому-то работать со мной комфортно, кому-то нет. Вот, и, соответственно, мне так же с учениками. То есть, когда посмотришь, уже с людьми долго поработаешь, уже понятно, насколько адекватный, хорошо там выучился и все сделал, ну и нормально. Так, давайте по вопросам. Да нет вопросов, я думаю, тут, в принципе, больше на запись, хотя сейчас на сморе 73 человек, офигенно. Есть в зуме вопросы. Давай, давай. Сейчас, значит, тут странно, вложил 50 плюс 5 за услуги, в первый месяц Амазон выплатил 10, клиент еще в минус 40, но 10 уже считается, что заработал. А, то, что Амазон... Ну, будем паритетно вытягивать, смотреть так, чтобы не загасить. Я понял, о чем вопрос. То есть, сначала деньги будут внутри Амазона, он же не сразу выплатит это все. Да, по факту выплаты будут, но это не горит так, что мы будем сразу выплатить. Выплатит Амазон все частями, мы посчитаем частую прибыль, и тогда уже будем рассчитывать. Все по возвращенным деньгам. Да? Все считается только по возвращенным деньгам. Да, никто не будет, ну, типа, вот этого хитрить как-то, бежать вас, вытягивать деньги. Нет, все адекватно, мы вместе будем запускаться, и не будет такого, что мы сразу давай сюда. Нет, в этом цели задачи, тем более на старте человек 5 тысяч платит, для того, чтобы он серьезно к этому относился. Есть люди реально несерьезные. У меня вот есть человек, который также там с деньгами прокатил меня, так скажем. Вот, ну, люди разные, из-за этого все-таки надо как-то это самое, люди будут делать работу, тут моменты серьезности надо как бы сначала заявлять, из-за этого мы отсеиваем сразу ту часть людей, которая хочет там что-то потестировать, посмотреть, там, я не знаю, чтобы сильно не рисковать. А я не считаю, что это там, ну, для кого-то сильно рисковать от 500 долларов потерять, а для кого-то 50 тысяч, а для кого-то полмиллиона. Вот нам те, которые 500 долларов, нам, ну, смысл с ними работать. Они пускай не рискуют, они там сами научатся через YouTube, все запустят, и удачи им, в чем проблема. Давай еще раз повторим вообще форматы, чтобы люди поняли, что это такое. Подытожим, и программа. Ну, и я еще предлагаю после этого, после лайма напишем пост, закрепим, чтобы висел. Давай. И как, что ты думаешь, понимаешь? Еще раз повторяю, как это все будет происходить. Человек платит сначала фикс 5 тысяч долларов, это как бы показывает, как Денис сказал, что человек все, действительно готов с нами работать. Мы подбираем товар, у нас уже есть товары, мы подбираем товар, презентуем его человеку, рассказываем, презентуем, рассказываем рынок, рассказываем все, все как есть, рассказываем сколько надо будет денег на первый тестовый пункт, сколько товар выстрелить нужно будет дальше денег. Вот. Мы запускаемся с человеком, идут первые продажи, Мы, допустим, продали первую партию и с нее заработали деньги, чистую прибыль. Всю чистую прибыль, то, что проданных партий по факту месяца, мы будем забирать себе до тех пор, пока мы не заберем вторую пятерку. После того, как мы заберем себе вторую пятерку, мы будем частями забирать, мы проведем дальше клиента до той степени, когда он не отобьет вот эту десятку, которую он дал нам за услуги. Вот как это будет. А формат будет созвольный и так далее и тому подобное. Вот. Ну, возьмем где-то 3-4 человека сейчас максимум. Если кому интересно, пишите, просто будем созваниваться и общаться. Либо приходите, вот у нас офис, кто в Киеве находится, у нас офис на Крещатике есть. Можете приезжать, будем общаться с вами вживую. Вот. Есть какой-то такой счет, какой-то вопрос. Вопросов не вижу. Если кому-то что-то непонятно, то спрашивайте, какие-то нюансы, то все можно обсуждать, ну, лично. Ну, да, кому-то просто в личке будет удобней. Скинь в этот в чат свои контакты, да и все. Сейчас я... За 10 тысяч сколько это товаров, вот, Виктор спрашивает, хочешь запускать? Мне кажется... Инвестиции, то есть, одно дело... Ну, просто выхлоп, он правильно, вот, человек спрашивает, Виктор, что... Одно дело ты за 3 тысячи товар, какой-нибудь там запущенный, другое дело за 23. Наша задача, на самом деле, быстрее вам заработать десятку, чтобы свои заработать и, соответственно, удачи пожелать. Вот, из-за этого... Да, да. Я же говорю, что у нас товары такие, мы запускаем товар и, ну, то есть, у нас минимум... Что мы нашли? У нас доллар минимум приносит доллар. Минимум. То есть, ну, чисто за вычетом всего, рекламу, все остальное. Если товар стоит 3, то так, минимум, ничего у нас таких нет, то чисто выходит с 4, где-то доллара, 5, 3, 4, 5 долларов. Вот так вот. И мы не идем в товары, в которых там нельзя дойти хотя бы до 30 продаж в день. И мы не заинтересованы в том, чтобы мы с вами пожизненно ввели вас до тех пор, пока вы не отобьете с себя день. Ну, так сколько товаров ты готов? Один, два, три сразу? Да, завести, запустить. Ну, это будем же индивидуально обсуждать с теми, кто хочет, кому интересно. Мне очень интересно, кто-то пишет. Ну, это как раз по поводу этого. Так, вопрос к Денису. Не по теме. Я слышал, что ты хотел. Разные темы. Мазан, сайт, будь то, кто у тебя в Лаве, СОА или Дропа, а лучше СОП-то. Ну, вы мне предложите, ребят. Я не против. Просто, как бы, мне проще работать с приватом, потому что я приватом занимаюсь. Онлайн-арбитраж, Алена иногда там выступает, но она сейчас больше в обучение пошла. То есть, мы как бы, это самое, ей некогда этим, наверное, заниматься. Вот, а так я, в принципе, общаюсь с небольшим количеством в этой тематике людей. И второй момент. Я не могу квалифицированно задавать вопросы. Мне сложно. Когда меня многие, там, в Ютубе, я вижу, склоняют, куда попало, в том, что я там перебиваю, ну, я пытаюсь беседу все-таки направлять в том контексте, который мне кажется более интересен. Вот, из-за этого, когда особенно я не в своей тематике, то есть, мне сложно направить ход беседы и задавать те вопросы, которые, ну, будут интересны основной публике, так скажем. Потому что я все-таки именно работаю и с людьми, и сам именно в привате. Это мне сложно. Если приводить просто людей, там, ради пиара их, вот, ради контента моего, я не против. Было бы, кто предложился бы, а там, я не против это самое, предоставить площадку с удовольствием, потому что я заинтересован в контенте, но надо тоже не забывать, что это должно быть живая беседа. А сейчас, на данный момент, вот, мы сейчас разговариваем, никто даже вопросов не задает голосом, там, очень мало в этой тематике. Из-за этого, мне интересно, и формат вообще лайв, я бы его развивал бы гораздо сильнее, гораздо больше людей приходило бы, если бы здесь было, например, 500 человек, там, мы там общались голосом, там, и так далее, там, я не знаю, вплоть, там, перебивали друг друга, задавали кучу вопросов, но это было бы круто. А когда приходят, вот сейчас, приятно, на Федора два раза уже, там, под 100 человек почти доходят, это хорошо. А то бывает вообще 30 человек. Понимаешь, давай, я буду перебивать. Давай, Рус, давай, расскажи нам, задай каверзные вопросы, дождался ты прямо этого. Ну, я тебе просто говорю, то есть, в любом случае, то есть, я всем говорю, будет много людей, будет больше здесь тех людей, которые захотят засветиться. Вот и все, то есть, все достаточно просто. У меня энергии нет, например, там, сейчас, кого-то упрашивают, проси, там, предлагаясь, и человек скажет, ну, блин, там, 30 человек приходит, ну, какой смысл? Ну, один раз я могу людей попросить, там, два, я-мой. Давай, 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 давай просто ты будешь им платить за просмотры. Кому? Ребятам? Кому платить? Да. Ну, привет. Привет, Федя. Ну, например, ты Федю позвал, как бы, за каждого посмотрел, там, по доллару, типа раздачи такие. Началось, я-мой, у тебя вечное, я-мой, я никак не всасываю, я-мой, уже спать, наверное, хочу. Платить кому, кто смотрит? Или кто, это самое? Или кто приходит, я-мой. Кто смотрит. Кто смотрит? Да, там, раз, там. Не за лайки, а те, кто лайкал, лайки. Да, за лайки. Самое главное сделать рейтинг, значит, то есть, примерно, чтобы слушать Федора, то есть, люди готовы прийти за доллар, а, например, если ты зовешь меня, то, блядь, ну, минимум надо 3 бакса платить, чтобы ты все выслушать. А че кто-то у тебя покупал? Нет, он более противный, он, мол, того, более противный. Да, я более противный вот к этому, и составить рейтинг, то есть, спикеров, за кого платить нужно меньше всех. Ну, короче, можно какой-то формат новый, ну, реально, вот честно могу сказать, я когда, в феврале... Мне, честно, предложить просто один раз, дай тебя, Денис, интересно посмотреть, сколько народу придет. Как, как? Сколько народу придет? Дениса не позвать в лайк, его же лайк не позвать Дениса, посмотреть, сколько будет народу. А, чтобы я не пришел? Так сказать, это лайк будет без Дениса, надоел уже. Может быть, я бы с удовольствием отдал кому-нибудь, хоть раз в неделю на один раз отдохнуть. Вот, но... Как в Японии, там отправляют руководителя в отпуск, короче, если фирма работает без руководителя лучше, то его оставляют. А если фирма начинает загибаться после руководителя, то его увольняют. То есть, типа, как бы, ну, знаешь, руководитель... Денис, я тебе могу передать, Денис, я могу передать его. Да его отпуск уйду, я. Хоть немножко. Ну вот, короче, в любом случае, могу одно сказать. Приглашайте, отправляйте ко мне, у всех есть мой скайп, вон там в шапке. К Денису отправляйте или там кому угодно реально интересных людей, причем даже не связанных с Амазоном. Это еще более интересно, на самом деле. То есть, людей там, которые могли бы нам что-то дать, которые там только-только этим заинтересовались, которые их есть знания, которые там просто крутые продавцы. Вообще интересных людей, которые могут, реально мы можем это интегрировать. Потому что загоняться на Амазоне, нет, моя цель и задача одна. Это выстроить бизнес на Амазоне, вообще и коммерс, так скажем. Там различными способами. Потому что много аккаунтов, не спасение от проблем, там, я не знаю, кикстартер, там, сайты и все остальное. Это интересно, то есть, в этом направлении. За это предложить любых, предложить людей, которые научились гнать трафик с внешней, то есть, гнать внешний трафик и зарабатывать с этого. Я слышал только о двоих человеках таких, которые смогли зарабатывать на трафике с, так скажем, с Инстаграма одного слышал, одного слышал с Фейсбука. Все, все остальные, как бы, лесом и у всех убытки. То есть... Зато очень много людей, которые научились гнать. Да, гнать, которые... Да, да. Вот их не надо. Кто гонит, кто гонит. Не трафик, а всякую ересю мы там. Я только сейчас с человеком разговаривал, говорит, торговал я, торговал по несколько, там, десятки, там, штук. Торговал, торговал, потом, значит, послушал, интенсив. Думаю, надо усилиться, продавать, чтобы топом стать. Король, потерял все. Вот, то есть, там, все изменил, потерял все. Так что, разумительно, думайте, что делаете, неважно, кого вы слушаете. Вот, мы все ошибаемся, и каждая стратегия работает индивидуально. Она не работает ковровой бомбардировкой. То есть, вот, все, вот так, только иначе, никак. Это неправильно. Так что, приглашайте любых. Я с любыми поговорю. У меня вот сейчас... Я все никак не договорюсь с американцами. Они, вроде, должны по четвергам. Каждый четверг там много-много лайвов они там хотят провести. Но все, мы никак. То есть, должны были в этот, в тот четверг провести. Они на связь не вышли, как у нас контакты как-то. Нет, никак не законнектимся. Вот, может быть, они... То есть, ну, опять, с переводом, как это все будет выглядеть, как вся эта работа будет происходить. Вот, там, ребят, как раз у них есть, они сами с Америки, у них есть много выходов на этих блогеров. То есть, они занимаются именно нагонением трафика, там, целевого и так далее. Но мне это тоже не очень нравится. Они говорят, мы делаем вообще все. Ну, как так? Все специализируют на чем-то. То есть, есть такое основное направление стержень, а все остальное вокруг него. Вот, мне кажется... Ну, посмотрим. Так что, приглашайте любых. Я с удовольствием. Контент нужен. Но и одновременно, если люди не приходят, и когда мне говорят в записи мы смотрим, да я могу вообще запись убрать. Вот, оставить просто онлайн. Мне там без разницы. Но многие реально объясняют, что там поезд, там, другой, там, на работе сидят, там, или еще что-то. А многие смотрят, как это же... На самом деле, все это я раньше не понимал, что такое и зачем подкаст вот этот идет у многих. То есть, у нас реально, по большому счету, видео-то нет. Я уже забыл, когда мы что-то там на экране транслировали. Единичные вебинары, когда транслируют. Просто я не знаю, что там транслировать особо. Идет чистый подкаст. Просто общение. Я вот, мы с Денисом как раз сегодня, по-моему, разговаривали о том, что наш скайп-чат нагнулся по субботам. И реально обмен информацией мне лично какой-то... Я тогда уже наелся, но в любом случае обмениться, общаться полезно. А вот этого общения не хватает. Все развалилось. На самом деле, Денис, вот такой вот формат, когда просто волосом общаешься, можешь не отвлекать, можешь ехать, например, слушать машины, наушники, кто-то там в метро едет, кто-то, куда-то там, кто-то с делами кем-то занят на фоне включил, знаешь, слушать. Ну, почему подкасты набирают? Ну, значит, надо будет в App Store или там, где там, Google Play, надо будет сделать эту фигню, и подкасты туда фигачить. Все пророчили, что с появлением телевидения радио умрет, но оно нифига не умирает, бля. Да, согласен. Нет, что, радио слушаешь? Конечно. У вас просто в Минске, а там был, там у нас телевидение до восьми вечера работает. Кто тебе такое ерунду сказал? Гостиничный. А кабельные каналы ты не смотрят, блин, в гостиничный. Там пару каналов, как и у всех, всякие разные каналы. А, понятно. Нет, я думаю, там запрещено. Да, вообще никакие проблемы. IPTV – это просто лень этих. А сама администрация, если ты реально просто лень, взаиморочится. Ну, я тоже, знаешь, не всегда там все подряд каналы идут. Один из каналов какой-нибудь идет, по-любому информационному. Куча всякой ерунды, непонятного. Поэтому в IPTV кабельных ресурсов куча. Вообще не проблема. Тем более с развитием интернета. Ну, хорошо, хорошо. Радио – удобная штука. В машине, если ты едешь, ты не посмотришь машину. Ну, вот форматы подкастов. Радио – удобно. Какие-то вопросы, по-моему, песни похожи. Белорусское телевидение, да? Где малорусское телевидение, да? Где малорусское телевидение? Белорусское телевидение, да? Да, сошлось все на это, ё-моё, я тоже так. А вы точно на Амазоне продаете? Да мы уже просто, это самое, уже устали, ё-моё. Кто дослушает до конца? Вон, Иван сидит, что-то там паяет. Паяет и слушает. Так, значит, что я хотел подытожить? Хотел сказать ещё это. Ну, в принципе, всё понятно, всё подытожить, да и заканчиваем. Ну да. Что, ну, кому интересно, просто пишите, Денис закрепит меня в видео, мы ещё этот пост сейчас сделаем. Пишите просто в личку, либо Денису, либо мне, и будем уже лично общаться и оговаривать все моменты. В принципе, суть основную, мы донесли, а все остальные детали уже можно лично общаться. Да, потому что это на начальном этапе находится, притереться в любом случае придётся. Да. Нюансы всё равно будут, ничего страшного нет, мы здесь никуда не денемся, так что работаем спокойно, да и всё. В принципе, по большому счёту всё, единственное, Денис хотел спросить, к нам в этот самый, у нас там сборище будет в конце марта, 24-го, наверное, там день, 23-го. Приедешь на этот самый? А можно после марта? Я просто улетаю в Марокко до конца. А, мы в марте и в апреле будем, как и раньше, мы каждый месяц будем в Москве собирать. в Марокко до конца. Руслан, ты как там? Я не знаю, да? Руслан, ты будешь там в марте? Пей, 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 пей. Как у Марокко ты вообще? А чё? В Израиль езжай. За апельсинами? За мандаринами. Собирайте. А в Северной Корее у них прямая трансляция идёт? Да. Я не знаю. Такое, что ты знаешь, в креонерском лагере, что в девять отбой телек отключается, почти. А на митапе, когда мы вышли, таксисты говорили, ребят, вы сегодня не гуляйте, короче, митинги будут, реально стояли в лагере. Это в тот день, в тот день, это день воли был. Да. Так, между прочим, я тебе скажу, мы же были в здании, в котором рядом, через стену, военная контрразведка. Почему, как бы, мобильная связь не работала? Не работал мобильный интернет. Короче, военная контрразведка, и все знают, где она находится. Да. Почему? Ну да, я за, собирайтесь в конце марта, то есть, я только за. Просто нужно сделать, чтобы это не было, как в прошлый раз. Не, смотри, короче, формат, формат теперь будет на два дня, чтобы обухать спокойно можно было. Вот. Без разговоров. Первый день выговариваемся, в каком-нибудь антикафе, не знаю, какое-нибудь там спокойное помещение. где им насели, и по рабочей, по… В апреле приедет, не надо, не надо человек… В апреле приедет. Я просто не хочу, чтобы человеку было хорошо, чтобы он ехал в Марокко. В Марокко едет, тут что-то… Морочатся. На Марокко? Надо вывезти его сюда на комфорт. Да, приезжай в Москву, как все нормальные люди. Что тут? Ну да, не понятно все. Короче, напишем мы Сане на днях пост, просто спланируем. Вот, планируется, короче, первый день реально поработать спокойно, а второй день просто тупо собрались, кто захотел, и пошли, и куда захотели, и все. Можно спланировать, если у кого-то есть вариант там бара, там, я не знаю, кафе, там, ресторана, без разницы. То есть, просто пришли, собрались и сели, и мы. Вот. Планируется приехать в пятницу начать, в субботу продолжить. То есть, на две ночи. Все. Не надо, как в прошлый раз было, когда люди, мы там во сколько, в шесть собрались, Руслан к семи только подъехал, и некоторые уже там в восемь, в девять уже там поезд, самолет там и так далее. Но это просто не дело. То есть, понятно, меня из этого ресторана пол четвертого ночи ногами пинали. То есть, никак выгнать оттуда не могли. Ну, вот. Из-за этого по времени в любом случае надо планировать. То есть, понимаете, как этот формат будет. Ну, а посидеть именно уже лично, то есть, там, я не знаю, там, кто-то выпить хочет, кто-то просто пообщаться, уже именно лично. Это вот на второй день. Потому что больше такого не будем, вот это когда огромное количество людей пришло. Там, я не знаю, в антикафе, мне кажется, где вот мы в зале были, Никита в прошлый раз, который снимал, там, мне кажется, человек восемьдесят, а то и сто залезет спокойно. То есть, там, нормально пообщаемся, мы, то есть, все вопросы закроем. Тут нас еще… Мне кажется, надо просто отдать это свою лимочку. Они в Минске сделали очень клево, мне понравилось. То есть, они реально очень классные, знаете, организовали все. Да это организовывается. Просто нужно сделать так, чтобы это было с точки зрения монетизации, это выгодно. Ну, то есть, не так, что там, на энтузиазме каком-то. То есть, просто продумайте, как это еще можно монетизировать, там, заработайте пять копеек. Чтобы был интерес какой-то. И будет сделать более качественно. И народ, как бы, будет понимать, за что он там платит. Там, двести, там, сто, триста, я не знаю, сколько долларов, за что он приходит, какой контент он получит. Смотри, формат какой. Мне кажется, там понравилось. А, вопрос формата. Мне понравился формат. Пришли люди, что-то там рассказали. Причем, как бы, многие так очень интересно. То есть, бар был. То есть, кто хотел общался, кто хотел слушать. Было очень круто. Хотя, я почти не посещал много этапов. У меня нет большего опыта, чтобы с чем-то сравнивать. Но Минск мне понравился. Много вопросов, то есть, в любом случае. Здесь вопрос формата. Я в Москве именно тоже сначала хотел именно что-то такое крупное это организовать. Этим надо заниматься. Не заниматься некому. И некогда. Ладно, давайте в прямом эфире что-то обсуждать. Что-то, что-то, поговорим. Я не знаю. Все, тогда, да, будет время, пообщаемся. Никаких проблем нет. Да, ребят, все, пока. Всем удачи. Всем пока. Все, давайте. Пока-пока. 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 Продолжение следует...